Понизить базовую ставку у Нацбанка требуют депутаты. Мажелестмен Аскар Садыков озвучил депутатский запрос касательно потребительского кредитования населения. В нынешнем послании президент Касамжимар Тукаев впервые за всю историю независимого Казахстана подверг разгромной критике деятельности коммерческих банков и их государственных регуляторов, заявили депутаты. Данные в послании поручения означают изменение экономической политики государства и уход от многолетнего лоббирования банковских интересов, сказал Аскар Садыков на пленарном заседании Мажелеса. Предоставление займа банками второго уровня ставят в безвыходное положение субъектов МСБ, вынуждая заключать договора на невыгодных, фактически кабальных условиях для предпринимателя, дискредитируя политику главы государства, направленную на принятие мер поддержки МСБ, отметил депутат. При нынешней базовой ставке очень сложно оплачивать высокие проценты за кредиты в размере от 20% и выше. А тем более грабительские штрафы и пени оплачивать вовремя заработную плату наемным работникам, выплачивать налоги и только потом получать прибыль. На основе изложенного Демпартия Ахжол предлагает понизить базовую ставку Национального банка, обязать банки второго уровня, финансировать МСБ не менее 30% от портфеля. Глава фракции Ахжол Перуашев также сделал запрос касательно этой темы. Почему президент дает поручения правительству перед всем народом, но то, как они выполняются, может знать только сама власть, спрашивает парламентарий. Как сообщает СМИ, недавно правительство отчиталось об исполнении предыдущего послания, но только перед партией власти. Но по нашему мнению, правительство должно служить не одной партии, а всей нации, заявил Перуашев. Предлагаем ввести норму о ежегодном отчете правительства перед парламентом об исполнении послания президента, резюмировал он. Наши регуляторы, Национальный банк с базовой ставкой, которая душит предприниматели, душит население, с этими нотами, которые позволяют банкам деньги не вкладывать, не направлять на кредиты бизнесу, а просто зарабатывать народным месяцем от государства, они создали тупиковую ситуацию. И в результате этого тупика мы сегодня потребляем больше, чем производим. Это инфляция, потом они борются с инфляцией. Сами создают инфляцию, потом с ней борются. Это и портозависимость. Вот президент впервые, в истории независимости Казахстана, четко обозначил болевую точку нашей экономики. Кто подставил премьера? Подставило профильное министерство. То же самое они врут и президенту. Поэтому нам важно, не просто чтобы правительство отчитывалось так, как оно само оно пишет. Нет, оно должно и программу 10 удержать в парламенте, и отчитываться перед парламентом о том, как оно выполняет поручения президента. Бауржан Шайхмет, Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Спасибо.